Продолжение следует... 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 Ну вот у меня вопрос, здесь толковательный говорит, ибо единодушие, вот их охрана. Вот сегодня в православной церкви в чем наша единодушие, основное, что сказано, что врата ада не одолеют ее, и это я верю и понятно. Ну, видно, что в нашей православной церкви единодушия как такового нету, все попы говорят от себя, слово Божие попрано, забыто, положено на полки, каждое кто во что гораст. И на всем этом фоле удивительно, что православная церковь стоит, и Господь хранит ее. Так в чем же все-таки единодушие, вот написано во всем, в главном единстве, что вот это вот главное единство единодушия, в чем? Ну, что во второстепенном там забыл, что во всем любовь, ну и здесь говорится о любви и единодушии. Хотелось бы, чтобы Игнать Тихонич, вы прокомментировали на сегодняшний день. Ну, эту фразу в главном единстве, во второстепенном свобода, во всем любовь приписывает Тортулиану. Тортулиан жил почти на два века раньше Августина, сегодня приписывает Августину, с чего ради не знаю. Впереди о чем бы говорилось? О том, о чем в семь столетий в церкви мечи гремели. Так ли это важно? Выходит, важно. Отец райен сыну, сын райен отцу. Дух святой райен отцу и сыну, единосущный. И не три Бога, един Бог. Это было совершенно новое, невообразимое даже, нельзя высказать было учение. В этом должно быть единство. Это главное. Главное понятие о церкви. Сегодня этого нет. У православных есть. Где нет закона рукоположенного епископа, по херотонии непрерывно связан апостол, рукоположили Климента Римского, он дальше так. И так и идет. До сегодняшних дней. А сектанты не понимают, значит, никакого единства с ними и нету. Это главное. А второстепенное это то, о чем в Слове Божьем ничего нет. Не сказано, но было принято. Но не сказано ни в Ветхом, ни в Новом Завете. Такие моменты есть. Вот смотри, пост как у мусульман. Вот как только вечер наступил, ну, когда они совершают там по-своему пост, черную нитку от белой ты отличить не можешь, уже можно начинать есть. А безразлично, что, ну, свинину нельзя там, то, что говорится, осла, собаку, волка. А как только уже нитку белую отличаешь, до утра можешь есть, ну, что душа твоя принимает, не разрешит. А у православных как до первой звезды? Далеко ли это ушло? То есть это второстепенное, не обговоренное, с какого по какому времени. По церковному время начинается, вот как у нас, если по местному, 6 часов вечера. Разница с еврейским в 6 часов. Это не по поясам, а именно так, как вот принято. 6 часов еще до 12 часов. Вот сегодня переведут, это уже богослужебное. А если пост, то только с 24. Ну, сегодня, допустим, рыбу, допустим, можно, мясо нельзя. Ну, надо смотреть, что можно. А с какого? С 24. А служба вечерние поклоны только с 6. Уже с 6 начинается с понедельника. Воскресенье начинается понедельник. Уже можно земные поклоны. Ну, я говорю о великом посте. Это второстепенное. Второстепенное, и оно не касается спасения. То есть, ну, так принято, и не надо противоречить. Вот у нас был тут один нынче, он прям уцепился за это. Придите, поклонимся. А священник говорит, в воскресенье нет поклонов, кроме там 3 молитвы. Светися, светися, и достойно есть всякого истину, и отпуска доделаешь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божьей молитвы ради. Здесь делается поклон даже в пасхальный день. Нет разницы. Ну, и так и делай. Нет, он уперся. Никак. А я буду делать. Ну, еще доделал-то. А другой наоборот. Чашу выносят, поклонятся. А не положено воскресенье. Я не буду кланяться. Ну, велико ли это дело? Ну, чашу Господнюю, это реальность только в одном. У католиков в двух моментах реальность присутствия Христа. Второе, это присутствие Папы. А у нас только одно. Сие есть тело мое, священник рукой показывает на чашу. Сие есть кровь моя. Это реально, это не выдуманное, это не призрачно. Это не в каких-то образах. Реально тело. Настоящее тело. Но нашим глазам представляется хлеб. Мы должны именно так и понимать. Вот в этом у нас должно быть единство. А остальное, это такое второстепенное, дни, недели наблюдает. Апостол Павел даже осуждал за это. И спорят. Где поклониться? В данной местности принято вот так. Так и делай. Че тебе? Нет, уже разделение. Че показывают рога? Упрямство. И чем кончится? Ну, ничем. На нулевую точку спускается. Во второстепенном свобода. Вот второстепенное такое. Если церковь установила, не надо голоса повышать. Надо, тем более, в какой-то местности определенно. Вот, допустим, пятая неделя поста. И в среду вечером, единственный раз в году считается полный, полностью канон Андрея Критского. И кто на богослужении был, оно очень такое затяжное, сотни поклонов земных. То на следующий день, кто в этот день ходил, вечером ходил на богослужение, молился, ему разрешается растительное масло. А в этой же семье кто-то не ходил, ему не разрешается. Но великое ли это дело? Не надо спорить. Ты хочешь быть свободным. Там, где ты живешь, придержись того обычая. Вот у нас этот обычай. Если у нас престольный праздник, а у нас крестовозвиженская, а это постный день, рыба разрешается. А другой, я не буду есть, это твое дело, не ешь. Но ты не настаивай, потому что уже это ни словом Божьим не подтверждается, но местный, как сказать, обычай, и тем более это зарегистрировано в письменах. Ну, во всем свободу, во всем любовь. Как? То есть с любовью к этому подойти. Зачем мне из-за одного поклона или из-за одной рыбинки противоречить? В данной местности именно так. А вы пойдете, допустим, где-то, и там будет пятницу разрешать, великим постом есть. А это принятый закон. Апостольское 69-е правило. Здесь никакой свободы нету. Нету свободы здесь. Почему? В главном это библейское, что каноны приняли. Определенно. А бывает частное мнение. Частное мнение, оно на свободу. Часто бывает так. Вот и все. Слава Иисусу Христу. Евангелие от Иоанна 17.11. Я уже не в мире, но они в мире, а я к тебе иду. Отче Святой, соблюди их во имя Твое, тех, которых Ты мне дал, чтобы они были едины, как и мы. Когда я был с ними, когда я был с ними в мире, я соблюдал их во имя Твое. И так можно истину сказать, что Он говорил это, приспособляясь к их понятиям. Им, естественно, было опечалиться, коль скоро они остаются без помощника. Так, простите, это я читал. Иоангелие от Иоанна 17, глава 12.13. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил. И никто из них не погиб, кроме Сына погибели. Да сбудется Писание. Псалом 108.17. Ныне же к тебе иду, и сие говорю в мире, чтобы они имели в себе радость мою совершенную. Толкование. Много уничижения в этих словах, если кто примет их не так, как следует. Ибо смотри, что здесь представляется. Тех, которых Ты дал мне, я сохранил. По-видимому, Он заповедует Отцу, чтобы и Отец хранил, подобно тому, как кто-нибудь, передавая имение на сохранение другому, сказал бы, Смотри, я ничего не утратил, не потеряй же и Ты. Но все это Он говорит для утешения учеников. Сие говорит, говорю, в мире для успокоения, утешения и радости учеников, чтобы они одушевились и не беспокоились, так как Ты принимаешь их целыми и будешь хранить их, как и Я сохранил их. И никого не погубил. Как же, Господи, никого не погубил Ты, когда Иуда погиб, и многие иные отошли обратно. Евангелие Таана 6, 66. Со своей стороны говорит, я никого не погубил. Что только зависело от меня, я ничего не оставил без исполнения, но соблюдал их, то есть всячески старался сохранить их. Если же они сами собою отпадают, это нисколько не относится к моей вине. Да сбудется Писание, то есть всякое Писание, предсказывающее о сыне погибели. Ибо о нем сказано в различных псалмах, 108, 8, 68, 26 и в прочих книгах пророческих. А частицы, да, мы много раз говорили, что Писание имеет обыкновение называть причиною то, что сбывается впоследствии. Вопросы есть? Евангелие Таана, 17 глава, с 14 по 16 стихи. Я предал им слово Твое, и мир праздновил. Максим Никрутенко, микрофон можете выключить. Евангелие Таана, 17 глава, с 14 по 16 стихи. Я предал им слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Толкование. Умоляя Отца о помощи апостолам, высказывает и причину, по которой они достойны великого попечения Отца. За слово Твое, которое я предал им, возненавидели их. Посему они достойны получить помощи от Тебя, так как мудрствующее и мирское возненавидели их за Тебя. Порочные люди ненавидят их, потому что они не от мира, то есть умом своим не привязаны к миру и не истощают свои деятельности для него. Как же он в другом месте, в англитане 17.6, говорит? Те, которых ты дал мне от мира, были твои. Там он говорил о природе их, что они люди и часть мира, а здесь говорит о мыслях и произволении, и замечает, что они не от мира. «Как и я не от мира». Не смущайся с ними словами. Апостолы не были так святы и чужды страстей мирских, как Господь. Он не сделал греха и не было лжи в устах его. 1 Петра 2.22. А они не избегли немощи человеческой природы. Итак, услышав слова «как и я не от мира», не принимай их за совершенное сходство апостолов с Господом. Но когда это «как» об Отце и о Нем говорится, тогда только разумей равенство. Не молю, чтоб ты взял их из мира, но чтоб во время нахождения их в мире соблюл их от зла. И как весь мир будет обращаться с ними, как с чужими, то ты, небесный, уже помоги им, как гражданам небесным. Говорит это очень часто вслух ученикам, чтобы они, слыша это, возненавидели мир и не посрамили такой похвалы им. «Соблюди их от неприязни». Говорит не только об избавлении их от опасностей, но и о пребывании и утверждении в вере. Вопросы? Игнать Тихонович, далёко вы? Не слышится. Вопрос, Игнать Тихонович? Давай. Здесь Господь умоляет Отца не... Ну вот ещё раз. Не молю, чтобы ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Что значит взять из мира? То есть, земли на небо или куда-то их отделить от мира, какой-то монастырь или что здесь имеется в виду? Но чтобы сохранил их от зла. Ну понятно, в мире злодеев тут зла много, но чтобы не погибли они или что имеется в виду? И почему вот это место-то оно противоречит тому, что вот стали верующие христиане отделяться за стены, то есть от мира уходить-то? И здесь Господь явно говорит, не молю, чтобы ты взял их из мира. То есть, это не угодно видно Господу, но чтобы в мире они высвет миру-то. Как так случилось-то? Вот если бы сейчас Господь был на земле так же, ну мы бы могли Его попросить, сказать, Господи, помяни меня во Царствие Твоем, то есть помолись за меня. Это молитва за всех, кроме монахов. А монахах молитвы вообще нету, Господь говорит, не молюсь за них. Стена это мандра. Мандра. А главное на дне архи-мандрит. Хранитель стены. А у них молитвы вообще у Христа нету, согласно этого слова. Они еще не понимают еще. А мы ангелы принимают щин такой, называется ангельский. А если вот монашество-пострижение, а если там схима, то архангельский уже. Игра детская. Серапим Саровский, там у него горка была, а это Голгофа. Там ручеек потек, а это Иордан. Ну маленькие дети играют-то. Вопреки Слову Божию спрятался в лесу, и я не против Серапима, сохрани Бог. Но это вопреки Слову Божию. Причем тут я. Вот привыкли молчать. Что угодно творят там вверху, да тебя Бог-то судить будет по слову, а не потому, что наворочили за эти столетия. Чего ты трясешься-то? Ты трясись как бы душу не погубить, а не то, что человеку угодить. А им никогда не угодишь, как привередливой жене. Или привередливой мужу жена. Сроду не угодит. Угождай Богу, остальное наладится, как ему угодно. Вот и весь сказ. Отделить от мира, взять от мира. Они так и говорят, изъяты из мира. Они там. Притом монахи шли не худшие, а лучшие. Всегда. Это не просто отрежься от всего. Тут начались буквально извращения. Бросают жену от Алексея Божий Человек в окно, и до свидания. А зачем же ты венчался сегодня-то? И она всю жизнь слезы точила, и они нигде не вспоминают, что она мученица. А он мученик. Ему конуру дали, он в конуре собачьей живет, и у него помои льют. Ой, как он молодец сделал. Идиотизм стопроцентный. Мать плачет всю жизнь. Отец плачет. Притом они были христиане настоящие. Много жертвовали. А кого бежать-то? Куда бежать-то? Зачем? Однако церковь прославляет это. Я никогда ему не молился, и молиться не буду. Как Иосифу Володскому. Это палач Сталин был. Сколько душ погубил. Князь все время толкал и толкал. Надо казнить. Надо казнить. Он говорит, да что же мы как католики казнить-то будем? Надо казнить. И наконец стала казнь. В России тоже была инквизиция. Иосиф Володский, главный палач. А его канонизировали. Напротив Нила Сорского. Что боитесь-то? Или я не понимаю. Я как бы не присутствующим тут, а вообще говорю. Если Бог будет говорить. И это слово запечатлено в Евангелии. А он сказал, значит, запечатленным. И по нему будут судить. Евангелие от Яна 12.48. Значит, и кто? Ради меня и Евангелие. Христос как обвиняет? Пострадает ради меня и Евангелие. Что, никогда не читали разве? Нет, я построю, отделюсь. Попытка построить монастырь была на горе. Когда они трое были. Построим три кущи. Вот она, первая попытка была. И основателем этого монашества был бы не Павел Фивейский. Не Антоний Великий. А Петр Апостол. Это он предложил вот это. Ну и отделились. И дальше что? Всё. Между собой нельзя разговаривать. Ни за столом. Ни когда идут столовые. Нигде ни слова. Молчание было возведено в высшие достижения. А Слово Божие говорит. Говори и не умолкай. Будут они слушать или не будут, пророк Иеремия говорит. А в Новом Завете какая разница-то? Написано, говорит, исполнилась Анна Духа Святого и стала говорить. Захария исполнилась Духа Святого, стал говорить. Божья Матерь исполнилась Духа Святого и дальше и стала говорить. Везде продолжение-то. А в Новом Завете как? Ну, почил Дух Святой на них и стали говорить на разных языках. И вдруг вырвать языки, построить стены. Евангелие вообще не нужно. Это анти-супер неевангельское, антиевангельское учение. Самое лучшее высасывали из народа, искали их. И они все уходили в песок, не давая потомства. Ни одного последователя, то есть молчание. Он научил его молчать. Послушание совершенно было не нужно. Вот он сидит, это день за днём идёт. Компьютер не работает, интернет ещё не изобрели. Чем заниматься? Человек думает, я спасусь там. Пришёл к какому-то, ну, монах там Сергея или Павла, Игнатия, кто он там. И он ему теперь говорит, во всём абсолютное послушание. Даёшь обещание, я буду тобой руководить. Да. И он видит, что хихиленький здоровьем-то. Он ему даёт задание какое. Дал хворостины сухие, там, три хворостины. Вот давай посадим. Так они... Ты что? Беспрекословно. Хорошо очень. Ава, хорошо. Воткнул. Теперь поливать. Колодец находится за три километра. Независимо от того, какая погода, здоровый, больной бюллетенеть нельзя. Ты должен поливать, пока они не засветут. А они могут молчать. И вот он ходит, поливает. А он смотрит. Ну, там сгнило всё. Проходит пять лет, подходит. Ну и как? По твоему слову, отче делаю. О, вот это настоящий ученик. Он взял кожелице, поднял. Оно там падает. Сгнило. Бросил. Ну, ладно, теперь другое задание. И вот они встречаются, такие аввы. У одного два ученика, у другого один. Говорит, ну, у меня ученик. Настоящая авва. Так, а как? Он кричит ему. Сергей, ко мне! Он подбежал, встал с левой стороны у него. Так. Нам нужна тень. Ну. А вон камень, видишь? Ну, там камень больше, чем под статуей Петра Первого в Санкт-Петербурге. Кати его сюда. Он ни слова не говоря бросился туда, упирается, пот, льется он. И оба сидят, смотрят. Он серьезно, полно серьезно. Он ногами уже выскреб там ямку. Ну. Тогда кричит Сергей, надо, не надо, сегодня обойдемся. То есть придурков растили-то. Больше ничего нет. И это прославляется. В прошлый раз я говорил, как ребенка брось в реку. Он его бросил. Запшививаешь ее, не кормит. Они тренируются. А где же любовь такая? Он ходит, папа, телетятя, плащет, кормит, не кормит. Посиневший от холода ребенок. Это все написано в древних монастырских уставах. Только приняли. Он знает, без отца никуда. Ребенку там было 7 лет, кажется. И это все описано. Это как пример. Все, больше к нему не прикасается. Сами его не кормят и наблюдают. Что будет дальше? А он плащет, подходит. Он даже не глядит. Театя трясет за рукапью. Он сапожник. На улице. Ну, вообрази в себе. Все, этот слез не хватит. И он не смотрит на него. Ребенок не понимает. Не расчесывают. Вши заедают его. И как он будет жалеть или нет. То есть бесчеловечие. Это в освенстве даже не было. Я это говорю. На меня нападает. Я поношу монашество. Как? Я за человека. Я слово монашество не хочу. Но написано. Древние монастырские уставы. Ну и дальше ничего не могут из него пробить. Это мужик-то совершенно выстукал из него. Теперь, как будет просить, он надоедает нам, молиться мешает. Бери его и бросай в реку. И он разбежался из высоты. Его туда шуганул. И все, ребенка в воду. А монахи там за поворотом у реки сделали сети. Поймали, вытащили, откачали. Да что ты, ребенок, где он там попал вам? Да врут все. Он погиб. Я что говорю-то, что даже если не погиб. Даже поймали сетями. Да сегодня их судить всех надо было. Уголовники. Я ничего не придумаю. Какая тут ивенальная юстица. Да ивенальная юстица-то молиться на нее надо. Если она бы смотрела нормально. Вот и все. Вот это мандра. Не молю, чтобы взял из мира-то. Они ошалеют там. Жениться друг на друге будут. И в уставе написано, на одной рогожке спать нельзя. А рогожки-то другой нету. Поврось друг от друга. То есть вот. Одна пошла и там. Все это пишется. Звать ее как? Потому что не буду. Ну а у нее-то в ушах серьги были-то. Ну а женщина, ну видно, что молоденькая там лет 16-18. Там монах с ней работает и глаз не сводит. А что ты такой красивый? А почему у тебя уши проколоты? То есть он запах-то слышит, но никак не может. В мужской монастырь-то приняли. Ну я был. Та врать начинает. Я был такой любимый у отца, и они любили. Так, и мне вот прокололи сережки были. А это девка. И она спряталась там от кого-то. Это все на лжи. Причищалась под другим именем. Тут обман на обмане был. Но когда умрет, и обнаружится, что у ней груди, яко листья сухие, как они рыдают монахи. Чего рыдают? То ли что с запозданием открылось, то ли что. Вот считаешь, когда я насчитывал жития, симпонию составлял. Ни одного слова не добавляю. Зачем из мира взять? Не молю о них, а таких даже нет молитвы Христовой. Я впервые заговорил об этом-то. Почему на меня столько нападают лютые, лютые, совершенно лютые волки. Вот поэтому ничего нету страшнее того, что уйти, куда-то скрыться, и это скрыться от Христа. Ни одного нету оттуда благовестника. Ни одного проповедника. Я златоуст высочайшего, говорится, полета. И тот точно так же был за монашество. А когда уже арестовали, тогда поволокли его, тогда начал дорогой монастыри отпускать, идите и проповедуйте. Что это такое? Это всеобщее помрачение было. А умер-то в 407 году. В 507, наверное, уже. В 407, да. В 5-й век уже был. И тогда им снабжение дать надо, обувь надо дать, и до Англии посылает. Я этим проникся, на десятки раз просчитался, составлял каталоги и прочее. Я их как на ладони все вижу. Антихристианское учение совершенно. Если один, это хорошо. Без всяких обетов. На проповедь. А потом допоить, докормить, когда он из них может, вернется из Индии, из Китая. Мусульманство возникло на 600 лет позже. Это что? Это не 2-3 дня. В 632 году Мухаммад умер-то. И они все охватили. Смотри, куда пришли. Вот Узбекистан, Турнкистан. Почему? Потому что никто не шел сюда. Вот представь себе там, Иран, Ирак, Суннид, Ишиит, это все были православные. Ну, со мной спорить будешь. Но когда это на суде Божьем будет высказано, тогда что будете делать-то? Я вам не помогу тогда. Я сегодня могу помочь. Сказать, выйдите оттуда из затвора. Не нарушай обета, не женитесь. Но идите все на проповедь. Миссионеров нельзя подготовить. Но проповедников можно. Благовестников можно. А может, из них какой-то бы миссионер получился. Движимый одним Духом Святым. А сегодня даже понятия не имею. До самого Патриарха. А это одно и то же. Проповедник благовестника. Проповедник был Гитлер. Сталин. Три слова не свяжут. Керенский был, да. Фидель Кастро. Проповедник. Но не благовестник. Благовестник, говорящий о благой вести, о жертве Иисуса Христа. А миссионер – это движение Духа Святого. Человек даже не знает, куда пойти, чего пойти, и Бог все открывает и говорит. Миссионеры, как Кирилл и Меподи, послали, и они первый вопрос об азбуке. До них никто и не заговаривал. Если нет азбука. Вот такой ответ. Спасибо Христу. Слава Иисусу Христу. Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 по 19 стихи. Освяти их истинною Твоею. Слово Твое есть истина. Как Ты послал меня в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы и они были освящены истинною. Толкование. Сделай их святыми через преподание Духа. Сохрани их в проводе слова и догматов, и наставь их, и научи истине. Ибо святость состоит в хранении правых догматов. А что Он говорит о догматах, это видно из объяснения. Слово Твое есть истина, то есть нет в нем никакой лжи. Посему, если Ты дашь им сохранить Слово Твое и самим сохраниться от зла, они осветятся истинною. Слова «освети их истинною Твоею» означают ничто и иное. Именно отдели их для слова и проповеди и соделай их жертвою. Пусть они послужат этой истине. Пусть посвятят ей собственную жизнь. Прибавляет. Как Ты послал меня в мир, и за них я посвящаю себя, то есть приношу в жертву, так и Ты их освети, то есть отдели в жертву за проповедь и поставь их свидетелями истины, подобно, как и меня Ты послал свидетелям истины и жертвою. И во все принесенное в жертву называется святым. Чтобы и они, как и я, были освящены и принесены Тебе, Богу, не как жертвы подзаконные, заколаемые в образе, но истинною. Ибо ветхозаветные жертвы, например, агнец, голуби, горлицы и прочие, были образами. И все святое в прообразе было посвящаемо Богу, предизображая собою нечто иное, духовное. Души же, принесенные Богу в самой истине, освящены, отделены и посвящены Богу, как и Павел говорит, представьте члены ваши жертвою живою, святою. Римлянам 12.1 Итак, освяти и посвяти души учеников и сделай их истинными приношениями и укрепи их потерпеть и смерть за истину. Вопросы? Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 20 по 21 стихи. Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их. Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что Ты послал Меня. Толкование. Сказал, за них Я посвящаю себя, чтобы кто-нибудь не подумал, что Он умер только за апостолов, прибавляет. Не о них же только, но и о всех верующих в Меня по слову их. Здесь Он опять ободрил души апостолов тем, что они будут иметь много учеников. А чтобы, слыша не о них только молю, апостолы не соблазнились, как будто Он не отдает им, предпрочем, никакого преимущества, утешает их, объявляя, что они для многих будут виновниками веры и спасения. Ибо учеников ничто так не соблазняет, как если учители разделились и не единомысленны. Ибо кто захочет слушаться тех, которые сами не единомысленны? Посему говорит, «И они да будут едино в вере в нас, как ты, Отче, во Мне, и Я в тебе». Если же будет между ними раздор, то никто не скажет, что они ученики примирителя. А если Я не примиритель, то не признают Меня посланным от тебя. Видишь ли, как Он до конца утверждает свое единомыслие с Отцом? Вопрос. Евангелие от Иоанна, 17 глава, с 22 по 23 стихи. «И славу, которую ты дал Мне, Я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во Мне, да будут совершенны воедино, и да познает мир, что ты послал Меня». Толкование. «Какую славу дал Он? Славу чудес, догматов учения, еще славу единомыслия, да будут едино. Ибо эта слава больше, чем слава чудес, как мы изумляемся пред Богом, потому что в Его естестве нет ни восстания, ни борьбы, и это величайшая слава. Так говорит, и они да будут славны тем же, то есть единомыслия. «Я в них, и ты во Мне, да познает мир, что ты послал Меня». Часто говорит об этом, дабы показать, что мир может привлекать больше, чем чудо. «Ибо как вражда разрушает, так согласие скрепляет». Вопросы. Евангелие Таана, 17 глава, 24 стих. «И возлюбил их, как возлюбил Меня. Отче, которых ты дал Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую ты дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания мира». Толкование. «Не сказал, да получат славу Мою, но да видят, ибо для человека величайшее наслаждение созерцать Сына Божия». И в этом слава для всех достойных, как и Павел говорит, «Мы же открытым лицем, взирая на славу Господню». 2 Коринфянам 3, 18. «Показывает же, что этим, что когда будут созерцать Его, не так, как ныне они видят Его, не в уничиженном виде, но в славе, которую Он имел прежде создания мира». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 25-26 стихи. «Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал Меня. Я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил Меня, в них будет, и я в них». Толкование. «Отче праведный, я желал бы, чтобы и все люди получили такие блага, каких я просил верным, но они не познали тебя, и потому не получат той славы и тех наград. «А я познал тебя», намекает здесь и на иудеев, которые говорили, что знают Бога и показывают, что они не знают Отца. «Ибо миром во многих местах называют иудеев, хотя иудеи говорят, что ты не послал Меня, но я осим ученикам Моим и открыл имя Твое, и открою». «Как же открою?» «Не спаслав им Духа, который наставит их на всякую истину. И когда они узнают, кто ты, тогда любовь, которую ты возлюбил Меня, будет в них, и я в них. «Ибо они узнают, что я не отчужден от тебя, но весьма любим, что я истинный сын твой и соединен с тобою. Узнавши же это, они соблюдут веру в Меня и любовь, и, наконец, я пребуду в них за то, что они таковы, что тебя познали и Меня чтут, как Бога. И они веру в Меня сохранят непоколебимо». Вопросы. Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 1 по 2 стихи. «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими». Толкование. «Не сказал евангелист Иисус, помолившись таким образом, но сказав сие, ибо предшествовавшая речь была не молитвою, а беседой, и была для утешения учеников. Иисус идет среди ночи, переходит реку и спешит прийти на место, известное его предателю. Сам себя выдает убийцам для того, чтобы показать, что он идет на страдания добровольно и освобождает иудеев от труда искать его. «Дабы они не затруднялись, переходя туда и сюда и отискивая его, он сам идет к ним, сам отдает себя в руки их, ибо в саду они находят его, как бы в какой-нибудь темнице». «Чтобы ты не подумал, будто Иисус удалился в сад с целью укрыться, евангелист прибавляет, что знал сие место Иуда, посему Иисус отходит сие место скорее с целью открыться, чем укрыться. Иуда знает сие место, потому что Иисус часто хаживал туда, ибо Господь любил уходить в места пустые, пристанища спокойные, особенно, когда передавал что-нибудь таинственное. Почему Иуда знал, что Иисус в настоящее время находится в саду и не думал найти его спящим в дому? Он знал, что Господь много ночей проводил вне града и дома, а посему и тогда вышел вон. Иначе Он знал, что Господь во время праздника особенно имел обычай учить учеников своих чему-нибудь высшему. А как мы сказали Он учил учеников своих таинственному и в местах таинственных. Вопрос. От Иоанна 18 глава с 3 по 6 стихи. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием. Иисус же, зная все, что с ним будет, и сказал им, кого ищете? Ему отвечали, Иисуса Назарея. Иисус говорит им, это я. Стоял же с ними Иуда, предатель его, и когда сказал им, это я, они отступили назад и пали на землю. Толкование. Уговаривают на помощь себе отряд воинов за деньги, ибо воины таковы, что золотом их можно подкупить. Приходит их много, потому что боятся последователи Иисуса, привязанных к нему ради его учения и чудес. Несут с собой фонари и светильники, чтобы Иисус, скрывшись во тьме, не бежал от них. А он настолько не нуждался в бегстве, что сам выходит к ним и выдает себя. Господь спрашивает их не потому, будто имел нужду знать. Евангелист говорит, что он знал все, что с ним будет. А как он знал, что с ним будет, то спрашивает не по нужде знать, но с целью показать, что и тогда, как он налицо, они не видели его и не узнавали. Он спрашивает, как другое лицо, и его не узнают лоски и прочие не сам Иуда. А что не узнали его не по причине темноты, это видно из того, что по сказанию евангелиста они пришли с фонарями. Если допустим, что не узнали его и по причине темноты, то по голосу должны были узнать его. Итак, Господь спрашивает для того, как мы сказали, чтобы показать, что ни по виду, ни по голосу не узнали его. Так, значит, сила его была неизреченна, что не могли бы и распять его, если бы он сам не предался добровольно. Господь не только ослепил глаза их, но и поверг их на землю одним только вопросом своим. То, что пришедшее на Иисуса Паре было знаком всеобщего неиспадения этого народа, которое и постигло его впоследствии после смерти Христовой, как Иеремия предсказал, дом Израиля пал и нет восстановляющего. И так падают все те, которые противятся Слову Божию. Сад, в котором спасение наше получило начало, может быть сравнен с раем. Ибо в саду мы не спали из рая, в саду видим начинается и спасительное страдание Христова и исправляет все прежние бедствия. Вопросы? Евангелие от Иоанна 18 глава 17 19 стихи. Опять спросил их, кого ищите? Они сказали, Иисуса Назарея. Иисус отвечал, Я сказал вам, что это Я. Итак, если меня ищите, оставьте их, пусть идут. Да разбудется слово, реченное им, за тех, которых, из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого. Толкование. Господь поверх их на землю для того, чтобы показать и силу свою, и то, что он идет на страдания добровольно. Сверх всего он устрояет и нечто другое, чтобы кто-нибудь не сказал, что иудеи нисколько не согрешили, ибо он сам предался в руки их и явился к ним. Для того он и показывает над ними это чудо, и его было достаточно для вразумления их. Но когда и после этого чуда они остались при своей злове, тогда он отдает себя в руки их. Господь говорит о погибели душевной, которой не подвергся никто из учеников его, а евангелист понял это и о гибели телесной. Чудно, как воины не взяли вместе с ним апостолов и не умертвили их даже и тогда, когда Петр раздражил их. очевидно это совершилось силою того, кто был взят ими и изречением, которое он прежде сказал, что никто из них не погиб. Евангелие Таана 17-12 «Посему если найдет на тебя искушение, веруя, что если бы Господь не знал, что ты можешь победить Оное, Он не допустил бы Ему и прийти к тебе, как тогда к ученикам. Вопрос. Евангелие Таана 18-я глава 10-й 11-й стихи «Симон же Петр, имея меч, извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Имя рабу было Мах, но Иисус сказал Петру «Вложи меч в ножны, неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец?» Толкование «Если ты спросишь, зачем меч у того, которому заповедано не иметь ни сумы, ни двух одежд» Матфея 10-й 9-й, то знай, что он имел нужду в нем для заклания Агнца, нес его при себе и после вечери, если же, что он, опасаясь нападения, еще прежде заготовил меч на этот случай. «Если ты не одоумеваешь, как тот, которому не велено ударять в ланиту Матфея 5-32, готов был совершить убийство, то слушай, что Петр в особенности отмщал не за себя самого, а за учителя. При том же они не были еще вполне совершенны, ибо впоследствии прошу тебя посмотреть на Петра, он крайне страдает и радуется. А теперь, негодуя на несправедливость к учителю, он покушается на самую голову и, не усекнув ее, по крайней мере отсекает ухо. Иисус прикладывает и исцеляет ухо и этим чудом снова удерживает безумных удеев от рвения к убийству. показывает, что страдания зависят не от силы их, но от его соизволения, и что он не противник Богу, но исполняет волю Отца даже до смерти. Назвав страдания чашу, их дает знать, что смерть для спасения человеческого принят приятно и вожделенно. Я прошу тебя заметить, что отсечение правого уха у первосвященника ворова было знаком непослушания их, ибо ослепление пришло на Израиля, чтобы слышащие не слышали за нечестие их против спасителя, которое особенно сильно было в первосвященниках, почему и знак отнятия уха был на рабе первосвященника. восстановление уха указывает на будущее восстановление разумения израильтян, которого они лишились ныне, ибо Илья придет и приведет их ко Христу и их отцов соединит с нами сыновьями, о чем пророчествовал и Малахия. 4 глава, 6 стих. Вопрос. Час прошел, можно задавать вопросы любые. Пожалуйста, вам слово. Игнать Тихонович, вот вы говорили про пост, вот сегодня пятница, постимся до 24 часов, да, получается? Да. Спасибо, Христос. Именно так. Время завтрашнего дня начинается уже как с вечера. Вот если по церковному, то в 6 часов, я повторяю, это уже служба в субботу идет церковная. Евангелие считается церковная. А когда касается пищи, то 24. И работать нельзя, да? И работать. То есть вот такое разделение. работать как? О работе разница. Ты можешь за больными ухаживать. И такое все. Ну, обычное, написано обычное. Ты обычно на огороде работаешь, там еще что-то. В этот день это не делай. Но если уже ветром сорвало крышу крышу и дождь идет, ну не будешь ждать воскресенье то. Поэтому надо начинать работать и скорее закрыть. Благоразумие должно быть. Вот у нас если двунадесятый праздник среди недели, на богослужение все должны прийти. А кто убирает уборочную или что-то идет, может идти работать. Не воскресенье. А остальные праздничный день проводят как положено праздничный день. Но можно сходить за грибами, за ягодами, посещать больного. Идут занятия. А Игорю разрешается. Погода так редко бывает хорошая. Успеть убрать. А воскресенье никому, ни при какой погоде, ни по какой причине, нигде. И все. Сначала попытки были такие, следили за этим и все кончилось. Машину поставили на прикол. раз в 12 ночи в воскресенье выезжай в поле, если уборочная идет, тумана нет. Понятно. Да, это надо просто знать. Ясно дело, что это водиться, за больными ухаживать. Тут никаких дней нет. Как все в один день идет. Главное, десяток человек и молчат. Давайте, говорите. Потому что, если у кого-то желание есть поговорить по скайпу, то заранее нужно написать и прочее. Нынче мы заедем, лагеря-то нету, но я выезжаю 10 июня. Но тут, батюшка попросил и согласились день деревни перенести, чтобы дороги посохли на 3 июня. Это мне туда надо ехать, машину нанимать, потом обратно возвращаться, неделю ничего не делать, ждать, а там работы поза глаза. Я тут подумал, значит, 2-го числа надо мне выезжать, 2-го. Ну, а кто уже готовился отдыхать и при этом если раньше, это их дело. Ну, а так-то намечено было на 10-е. Ну, вот так получилось. Так что, нынче я заезжаю и до 10-го октября меня не будет здесь в интернете. То есть, я буду ставить ролики, тут в другом месте ставят, мне привозят диски, материалы я сдаю, то есть, тут обдумано. Но снимать с них замки, это моя работа. Я проверяю, переменяю, может быть, название, так более понятно. Вот, несколько дней назад, сколько-то, может быть, 3 дня назад, Сергей парализованный, Козлов фамилия его, он выставил ролик нашей беседы с ним. Я выставил эту же беседу, как беседовали, а он именно так вот, о чём я говорю, он из наших фильмов делает нарезку. Вот если сказали о таком-то священнике, бывшем, ушёл в мусульманство, Полосин Валерий, он его показывает. Я стал говорить, там, Глеб Якунин, он его показывает, фотографии, а я выступаю, сказал, я веду занятия с высшим авиационным училищем и говорю им, там пропыть, это всё заснято, и он ставит, ну, сколько лет-то назад, я сейчас не знаю, сколько, ну, 20 с лишним лет назад это было. Я моложе был, 25 может быть, а может даже больше. И в лётном училище, тогда у нас даже ещё и общины-то не было. Я говорю, там, он нашёл в фильмах, я не знаю, как он мог найти это всё, ой-ой-ой, я бы никогда это так не сделал. Вот талант такой у него. Сергей Козлов за труды его. Ну, вот, посмотрите, там что-то, это малая часть, малая часть того, что нам Господь дал, как-то так называется. Ну, три дня назад, я позавчера, кажется, выставил его, не выставил, а от него перекопировал, другое название взял. А он говорил, устоит ли православие, сохранится ли, вот такое было. Можем у него найти, можем у меня тут же в Ютубе. я его уже в мой мир перетащил. Очень и очень трогательно. Христос воскрес. Воистину воскрес. А когда появился первый монастырь? Один так, говорит, Христос воскрес, он говорит, а я это знаю. Какой веки монастырь первый? Тогда появился первый монастырь. Первый монастырь в таком виде, как есть, считают, считают только так. Кто основатель? Павел Фивейский. Павел, не Антоний. А Антоний его ученик. А дальше это все формировалось потихоньку. А увидели, как можно оставить жену, детей, бросить, отдельно спасается и возвели это в культ. Это самое угодное Богу. Богу? А откуда это известно, что Богу это угодно? Нигде никто не говорит. То есть, лишить дара пятидесятницы, когда заговорили они, то есть, заглушить. Я всем задаю вопрос. Скажите, вот канонизацию, как узнавали пророк, там вот, ну, написано, допустим, день такой-то Моисея. Ты можешь назвать Моисеем. Это не еврейское, оно египетское имя, это взятые, вытащенные из воды. Это египетского языка-то. А у нас Трампа-то нету? Трампа, Трапко, или как я не знаю, ошибся что-то. Евгений, так он как там переведет, нет. Это из египетского языка. Ну и Аарон цветой, все. Ну и там Апостол, Амос, все это канонизированы, так скажем. А Езра нет. Почему? Никто никогда вопрос этот не задавал. Ну может задавали где-нибудь там так. Да-да, нет. У меня этот вопрос возник. Кто такой Езра? Начинаем вот пальцы загибая себя. Во-первых, три книги у него написано. Первая, вторая, третья книга Езры. Это его книги. Что он сделал? Сделал то, что ни один не сделал. Книги Ветхого Завета разбросаны были. И он собрал это в один свод, Ветхий Завет. Это его работа. У нас бы не было Библии, кабы не Езра. Вот это дело. Дальше. Он вместе с Ниеми вывел народ из плена. Привел в Иерусалим. Отстроил Иерусалим и стену. Это вообще. Это столько всего сделать. Но за каждым пророком что-то где-то счислилось. Хоть немножко. А он что там чужую жену отнял. Хозяин ее убил. Ури Хитиянина. А заезды ничего этого не было. Мало того, они спасли Израиля от разжиженности. Все браки развели, которые были с язычниками. Он и Ниеми. Это больше никто никогда не сделал. Все ЗАГСы были переполнены. И целые караваны с детьми потянулись на свою родину. Кто на Украину, кто в Германии. Всех развел. Вот у него считаешь, когда не было больше такой личности, как он, и он не канонизирован. Как это может быть? Там совсем маленький какой-нибудь пророк, совсем Аввакум. Какой там, что сказал там? А поется даже в богоглаголе Аввакум. Поется в стихиерах канонах на Пасху даже. Даже сегодня считаешь и не верится, что Аввакума берут оттуда, когда столько других мест есть. Тут уже не будем обсуждать. Ну, вот так. Я говорю, Герасим был такой, в пустыне жил, лев пришел, у него заноза, ну, и там нарывает ногу, он ревет. И он расковырял, вытащил занозу, обмотал ему, и она не заразилась, и он ему стал служить, ручным стал. То ли лев был уже старый, пенсионер, деваться некуда, и он его служил. А когда он умер, Герасим-то, лев так огорчился, поднялся на задние лапы и об землю как ударился, и погиб. То есть он никого не воспитал, никому не говорил, только у него один был ученик лев, и тот самоубийца. Его канонизировали Герасим. А Герасим Петрович Павский, лучший переводчик нашего Нового Завета, вот мы считаем Евангелие от Матфея, Псалтырь, это его перевод, профессор духовной семинарии, ну, мало ли, профессору, он был воспитатель царских детей. Вот что удивительно, русских детей, преподаватель Академии, и его нигде никто не знает. Почему? Я считаю, это все, что Езру не канонизировали, и вот это все, это монахи. Вот Андрей Кураев сейчас выстоял материал как раз на эту тему. За тысячу лет в России ни одного мирского человека, если только он не мученик, не канонизировали монахи, не допустили. А монах самый незначительный, маленький, они его могут канонизировать, и родствовал, там в дупле жил где-то, а так нет. Ну, почему, говорит, не канонизировали? Жил нормально, воспитывал детей, вот работал на таможне, Андрей говорит, и взятки не брал. Канонизировать и никогда, ни одного. Только которые семейные были, это князья или мученики, а просто вот жил, нормально, жил и умер. Монах-то вот, когда там Зосима, считаем, Германа, ничего за ними не было, они не мучимы были, просто умерли. Умерли, когда они не мученик, же, серопим-то, сам себя только мучил. И он это показывает, ни одного за тысячу лет монаши в цветы не допустили. Это что, нормально? Вот и весь сказ. Ну, а как признавать? Ну, князья, я признаю, да, но не Иосифа Володского-то, палача русского народа. Если ты будешь нормально мыслить, то тебе Бог это все положит на сердце. Доказывать еще не надо. Вот такое дело. Так, Сергей Егорович, Я вызываю Сергея Егоровича. Нету, молчит. Игнатов. Молчит. Я на связи. Ну, так вот. Вот, у нас тут Марина Крестенко. Поближе как-то бы все это. Она чтобы сопровождал кто-то ее. Когда отпуск будет, мы ждем вас. Марина, я вижу, она здесь есть. Полагаю, с тобой разговаривали. Но мы договоренность достигнута. Ну, хорошо. Теперь надо решить по отпуску моему. Понятно. А вот это Анастасия Айревеха была. Ну, тогда. Держи связь с ней. Тебе удобнее. Ревеха, она студентка учится. И, значит, она мне об этом сообщит. Ну, ладно. Хорошо я на детей экономич. Да. Значит, помолиться надо. Вот Анастасия сегодня у ней не стали делать операцию. Там этот кинескоп там или что опускают. Посмотрели, там уже все у нее охвачено раком. В прошлом году ей отрезали желудок полностью. Ну, и дальше опять пошли метастазы. То есть, вращение стали даже делать. Бесполезно. Ну, там, печень, почки, я не знаю, вырезать же не будешь. Вчера я у нее был, я выставил даже ролик, мы беседовали. Я перед этим снимал где-то и положил. И он у меня в гаманке лежал аппарат и не выключен оказался. Сколько раз уж такое было-то. И у меня там уже батарейка садилась и так. Ну, все равно понятно. Туманно. Сейчас ее домой выпишут или как, не знаю. Гусейнов Рустам спрашивает. Крестили его полным погружением, но при этом священник на него не возлагал руки. Считается ли это за крещение? Да он же ему отвечал это. Ну, что он себя мучает-то? Он до этого возлагал руки на него. Возлагал руки. Только во время крещения не возлагал-то. Это хорошо, что он так заботится тщательно. Ну, зачем себя мучает-то? Конечно, настоящее крещение. Руки возлагает изведение Духа Святого. У него помазание было. Это воин Яссенецкий, когда был сослан. И он говорит, мира нету, помазают. А потом вспомнил, я же епископ. Руки возложил и все. Так как епископ везде быть не может, сделали миропомазание. Не елеопомазание, вот вещь, а мира, мира только один раз человек. А второй раз, если он с царя венчается. Но мы-то не хотим быть царями, нас не изберут. То есть в обязанность священника не входит погружать крещаемого, он сам может погружаться? Ну, подходил. Их сразу зашло пять тысяч. И кто бы их погружал? Ребенка когда держит, он тоже нет. Сегодня он венчает везде. Боятся или еще, венцы на голову не надевает, сзади идут, держат. Смехатура. Венчания-то нет в церкви. Бракосочетания есть. Кудесники попы. Ну, что? Мир вам. Братья, это Роман Фроликов. Слышно меня? Слышно. Слышу, слышу, давай. Вот, читаю, тут протестантская газета, так попадает мне, там, хорошие есть кое-что, пишут, реформация дала толчок развитию медицины после более тысячелетнего периода застоя в развитии научных знаний. Так ли это? Куда она толчок дала-то? Развитие медицины научных знаний. ну, не знаю, я на это не могу сказать, дала она, не дала. Ты посчитай, насколько высока была медицина, ну, авиацина, там, другие, это, у мусульманов, у китайцев дала. К исследованию Слова Божия, да, они любят, и это был очень сильный такой момент. Стали задумываться, смотреть, третий. Вот. Так, вот он, Евгений Требко, да? Пришел? Пришел. Евгений, вот, Моисей, как переводится? В еврейском языке есть такое слово, Моисей? Вынутый из воды. Это по-египетски. А по-еврейски есть или нет? Я тут, тут я подключился. Моисей, перевод, Моисей, это по-русски, Моисей, а на еврейском языке Моисей, 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 я знаю, Моисей, Моисей, как бы, вытянутый из воды, его вытянули из воды, поэтому означает что с еврейского как он вытянутый. Ну, это по-еврейски или по-египетски? Везде все, его же египтянка назвала так-то. При чем тут еврейский-то? Ну, египтянка назвала так, они-то там евреемито жили, евреи-то были там, может быть, а она-то знала, что он еврей. А вот везде в календарях везде писали в скобках Египт, то есть египетское имя. Вот сейчас мы, у меня Игнатий, греческое имя, но оно и по-латински есть. Вот, по-гречески означает неведомый, неизвестный. А по-латински огненный, как серопим. надо проверить, взять слово это лучшее, посмотреть корень слова и определить. Ну, вот определить. А то у нас были такие, одно слово узнает какое-то, экклесия, и топчет на данном месте. У слова... Это не экклесия, Игнатий Тихонович. А много переводов. Вот одно слово есть, а у него 18 переводов. 18. С английского на русский. И только по смыслу можно было догадаться. Игнатий Тихонович, можно сказать? Давай, Наташа. Вы говорите, экклесия, там в беседе с Юлией было, она говорит, что по-гречески церковь это экклесия. Это не экклесия, а экклесия. 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 Экклесиаст. То есть она так переводится? Да, не по словарю определяется. Другое ударение. Наташа, не по словарю определяется. То есть сегодня одно слово по словарю берут, и им не стыдно, не смешно. Нет, если переводить... Для них это как родной язык был. И смотрели, как этот перевод был по-арабски, по-латински. Одним словом, вот у нас тут был один такой, вот одно слово знает, по словарю посмотрел, да начинает неправильный перевод. Ну, о чем даже говорить-то? Да, если по словарю проверять, то действительно это неправильно. А если проверять по-божественной, так как пишут святые отцы, вот у них есть перевод, то оно совсем другое значение имеет. Я тоже проверяла, то есть, это мирские люди переводили, как это самое, ну, по-мирски, а если по-божественной, то оно совсем по-другому. Я смотрю греческий разговорный, греческий, который в Писании, он совсем другой. То есть, это божественный, по-божественному понимается, а не так, как переводят бытовой. Игнатий Тихонович, у меня есть еще один вопрос, я тут начала читать Евангелие от Марка, пособие по Евангелии от Марка. И тут написано, Деяние 1.8, «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во все Иудеи, и Самарии, и даже до края земли». Вот если которые обращены у веровавших, вот как, допустим, мы, ну, которые имеют рождение свыше, допустим, один в Германии, другой в Израиле, другой в Ливане, если они свидетельствуют, то это Писание подтверждается? Эти слова свидетелями в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии, и даже до края земли. Ну, это на все времена. Да, на все времена, да. То есть это относится к тем, которые благовествуют, проповедуют евангельские слова, то есть Новый Завет. Пришествие Иисуса Христа и его голгофская жертва. Даже еще никаких посланий Павла не было. Ни одного Евангелия, это, Евангелиста не было послания. А речь шла только о сошествии на землю Сына Божия, в отчеловечении и его жертве. Все. А подробности, более тонкости, они, апостолы, еще ничего не имели этого. Учение Христовое, не было такое, чтобы от и до. Дух Святой продолжает трудиться и показывает. А то в Евангелии, если посмотреть то, что было раньше, они же все проповедовали то есть жертву Христа, то есть основу евангельскую, то есть как он пострадал, то есть они в основном это знают. Я вот разговариваю с людьми, в Востоке они все именно вот жертву Христа, то есть без этих обрядов, которые сейчас, обряда верия разные, то есть чистая евангельская вера, то есть он пришел, он спаситель мира, он взял за нас грехи на себя, как Агнист на заклание пошел, вот именно они вот это вот евангельское проповедуют. Я когда с ними разговариваю, мне намного легче с ними говорить, чем с русскими. Ну вот когда смотришь, кама грядеши, и они там любили друг друга, Марк, и это Лидия, и Петр там оказался с ними, и он руки сложил вместе там, молитву прочитал, все, муж и жена, а вести сейчас сменчают, их водят, водят, хороводят, уже ой-ой-ой, петуху позавидуют. Да, я смотрела этот фильм, этот фильм. А да, говори. Игнать Тихонович, у меня как раз тут вопрос про Фелекова возник. Я тут с одним священником переписку веду, но это те, которые не экуменистические, которые никакой с католиками связываться не хотят. И вот я с ним веду переписку в соцсетях, и значит, где-то там, в Черногории, где-то там живет. Значит, я начал сам смотреть еще раз. В Писании, и вот тут написано так, то, что вы говорите, что даст ли отец и сын, но в Писании вроде как бы я тут не вижу. Вот 1 стих, Коринфянам 14 стих 16 глава, «И умолю отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами во век». То есть здесь написано так, что сын умолит, то есть попросит, да, другими словами, умолит, сделает моление перед отцом, попросит, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами во век. То есть даст отец. Не написано, что и дам вам как бы, да, да, и дам вам другого утешителя. Написано, даст, то есть даст мне сын, а даст отец. Вот. Это по 16 стиху. И 26 стиху дальше идет, но тут уже прямой посыл, что только отец, да. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет отец. Во имя Мое научит вас всему. То есть пошлет отец. То есть путаница может только произойти в 16 стихе. В 16 стихе, но тут не написано, что сын даст, а написано, что указывает, что здесь даст именно отец. Вот. А вы говорите, что и отец, и сын, и сын тоже даст. Как бы как и католики. А почему это я говорю, если это сказано в Писании? И пошли Духа Святого. А о чем речь-то? Вы думаете, что католики на пустом месте это стоят? Родной брат Василия Великого, Григорий Ницкий понимал. Точно так же, от отца и сына. Половина почти святых отцов так и понимали. Причем тут я-то? Я просто цитирую. Мне и понимать не надо. Да я православный, я считаю от отца. Но если я знаю, что и сына, то спорить вообще не о чем. На эту тему я никогда ни с кем не беседовал даже. Нас по одной букве цеплять никак нельзя это. Они равны. И отец, и сын. Не, ну по 16 стиху здесь не видно, что даст отец. И умолю отца, и даст вам другого утешителя. То есть здесь написано, даст, и указывается, что даст отец. Даст, здесь прямой посыл, что даст именно отец. Женя, вы уже второй раз, третий раз повторяете. У вас там есть католики. Сходите к ним и скажите, какие у вас доказательства. И они вам доказательств дадут больше, чем у нас. Что я буду за католиков тут страдать? Подойди к нему кто-то, католик, конечно, священник там, или ксенс, и скажите, где в Библии написано, что от отца и сына. И он вам сразу покажет. И скажет, вы не правы. Схизматики. Ну, а если как я буду у католиков где-то в Ярустрии, обязательно я использую этот момент, потому что зря я его не использовал, когда у меня было общение с католиками. Я почему-то оперёк, но не начал с ними разговаривать. А надо было. Обязательно. Женя, вопрос ещё. Скажи, у католиков совершают на пресном хлебе литургию, у православных на закваске. Слово-то Божие говорит, а наступали дни опресночные. А пресночные и пасха это одно и то же. Одновременно начинается и неделю ровно, а сегодня начинает находить где-то первое, второе, третье. Зачем запутывать всё? Когда наступали дни опресночные. Открой в Ветхом Завете. Пасха и хлеб должен быть пресный. Кто будет кушать квасный, да истребиться, слишком дорогая цена была. Как бы это квасный-то был, когда за этим смерть стояла. Это православные всё это надувают. А вы, как понимаете, я вообще на эту тему не разговариваю, но если коснётся, я говорю. Что буду об этом говорить? Когда чётко ясно говорится, были дни опресночные, пресноков. Мы православные. И я не священник. Они квасной делают, я и причащаюсь, как есть. Для меня это не вопрос. Но первая литургия была на пресных хлебах. Вопрос абсолютно однозначный. А Игнатих Тихонович? Да. Мы квасной едим, а причащаемся квасного. Не будет греха на нас? Ну, хватило. 2000 лет грех не был бы. У нас греха какого. Но они сделали тут твердного заветения. Того нет. Но я говорю о первой литургии, которую совершил Христос. Он совершил на пресноках. И вот какие-то там гнилушки подставляют под свои вымыслы. католики правее нас весь сказ. А у нас не спасительное, спасительное. Вот крестятся как? Прислагать два перста, три перста к колбу. Князь Владимир крестил два, средний и указательный. Так на кресте Троицы. На кресте Троицы не было. Там был Бога-человек. И умирал не Бога-человек, а человек. По человечеству страдал. Божество бесстрастное, говорит Антон Златоуст. А как правильно? Правильно пятерней, как католики. Пять ран, которые нанесли. Католики правее нас. У меня вопрос решен, и все. Пять ран. А у старообрядцев Бога-человечества два. А у новообрядцев, которые сейчас патриаршие, это три троица, речь идет о кресте вещественном. Распит на Голговском кресте, который Симон Кириньян помогал нести. И на этом кресте только страдало человечество. Бога-человек. Тут даже вообще доказывать нечего. Упертые стоят и все. Как божество может страдать, скажи. Я говорю-то не то, что меняли или у меня учения нет. Я просто говорю. А, вот вы не истории слова Богородица речь-то шла. Бога родить нельзя, Бог вечен. Предлагали Христородица. Я не называю Христородица Богородица, но я хочу понять с той стороны. Я недавно вот ролик здесь записали о масонах. С любой стороны, если разбираться, масоны-то и они не такие, как нам показывают-то. Но они к Антихристу ведут. Да, но замысел-то какой у них? Ну, прям рассуждений никакого нет и по своему узкому мышлению начинают спорить. Я ничего не меняю, просто говорю. Встретишься с католиками и расспроси. Скажи, вы говорите, Дух Святой исходит и от Сына. Какие места Писания? Он вам покажет более неопровержимые, чем православные. Я не спрашивал, я просто учения их изучал в комнате. Я должен это сказать? А вы как? Я считаю так, как у нас положено у православных. Никогда ни разу не считал от Отца и Сына, но он отходит и от Сына. Я православный, я никакого раздора не вношу, но у меня есть Слово Божие, и по Слову Божию я вижу, что они правее нас. Я попробую расспросить. У меня тут я тут познаком с одним священником русскоязычным, он монах в Иерусалиме живет. У меня телефона его нет, но я уже католиком-то не хожу, я уже определился, что когда я определялся, я и католиком мог пойти сегодня, то я уже к ним не хожу, я издал православие, что мне там делать? Вот. Но я попробую его на связи записать разговор, тем более он русский язык знает, и посмотрим, что из этого разговора выйдет. Пусть сначала мне по писанию обоснует их позиция, потом и конечно в предательское предание пусть укажет. Я может быть много его не знаю, хочу посмотреть. Вот. Вот представь себе, меня посылают судебная экспертиза психиатрическая. Ну, проверить я ответственный за свои слова, которые когда судили-то. А то у меня для слова Божия нет уст, там все характеристики. Ну, там две недели выпускают человека, две недели, меня держат, третья, четвертая не выпускают. Ждут какое-то светило из Москвы, там, институт сербского где-то. Приезжает Моисей Аронович. Какой национальный институт думаешь он? Еврей Моисей Аронович? Иван Иванович, это дело другое. Как поспорил с Иваном Никифоровичем у Гоголя. Моисей Аронович, ну, мы беседуем. Вот теперь, представь, на моем месте ты сидишь и женя. И он тебе говорит, скажите, вы жизнь-то знаете, Зоя Космодеменская? Я говорю, слышал. Ну, что слышал-то? Я же в школе учился. Ну, Екатерина великомученица, Варвара. Ну, кто больший подвиг совершил? Варвара или тут понятно где-то? Я говорю, конечно, Зоя Космодеменская большая. Он так на меня открытыми глазами посмотрел. А почему? Я говорю, как почему? Эти верующие, они знали, сегодня руки, ноги рубят, глаза выдавливают, а я ум умерла, я сегодня все опять получу. А у Зои-то ничего этого нет. Она перед пустотой стоит. И она до конца была верная. Партизанка. Правильно. То есть, мышление неумалишенное. А люди начинают как? Да, это православная, она выше всех. Какой это подвиг-то? Какой? В сравнении с той-то? Ну, вот рассуждения-то никакого нет. я говорю, монашество принесло зло в том виде, как есть. Больше, чем все вместе взятые масоны, коммунисты, фашисты и мусульмане. Больше. Потому что они высосали из народа силы и загубили, не было проповеди. Только поэтому. А не то, что они молодцы, они хорошие, они святые, но они проповедь заглушили. Духу Святому не дали доступа к сердцам людей. Я что сказал-то? Андрей Кураев сразу понял это. Не то, что там какое-то мое величие, а правильное рассуждение. Если бы, Гнатий, не трогал попов-то, не обличал, к нему было абсолютно другое отношение-то. Конечно. А я говорю, если будет суд за развал страны, за гибель русского народа, то на первой скамье подсудимых, как в Нюрнбинском процессе, будут сидеть священники-учителя. Это моя наработка. Я ниоткуда это не беру. Я просто... Голова у меня есть хоть какая-нибудь-то? Это я говорил и студентам, и везде в университетах. И никто этого не опровергал никогда. Нигде. А почему до вас никто не говорил? А вот это не знаю. Я таких вопросов много слышал. Канон Андрея Критского. Что понимать-то? Я впервые заговорил об этом, что он только на одну ступеньку. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Его надо поднять на вторую. Благодарим тебя за те же самые события. 205 событий и третье его нужно переделать, добавить. Словословие. Ангельская ступень. А кто это делал? А ему, этому канону, 1200 лет. И никто не зад... Никого не было. А почему? Я отвечаю, как бы раззадорив, потому что я не родился еще. Это мне Бог положил на сердце. Я поэтому переписал. Мы молимся сейчас так на три ступени. Там написано для оглашенных. Канон для оглашенных написан. А люди не видят. А почему? Я был в Москве, и там игумен сидит. Не какой-то, настоящий игумен. А сейчас Кирилл Сахаров. И я показываю на основании Слова Божия. А почему этого никогда не было? Он сразу серьезно посмотрел на это. Никто не показывает. Нигде. Или возьми вот у нас... Мы сейчас вот проходим по Блаженному Афифилакту-то. Почему комментарий никто не написал к словам его? Выделить места проповеди, которые не воспринимают. Любовь к Библии-то нету. Впервые я 297 комментариев даю. Не 7, а 297. Опровергает кто-то? Никто. А как опровергнешься? У меня один вопрос. Почему никто этим не занимался? Опять потому, что я не родился? А вы как это? Никак. Просто я считаю и вижу, что надо разъяснение. А это уже 900 лет. За 9 столетий никто не восстал. Ду-ду-ду-ду-ду. И дальше не с места. Ты покажи. Раскрой. И ты увидишь, что Феофилакт это настоящий баптист. У нас предисловие. Что написано. Ну, прямо Феофилакт Андрей Критский. Я ему говорю, отцу Кириллу. А вы знаете, почему он его написал? А как почему? Ну, положил Бог на сердце. Нет. Бог его покинул. Покинул. Совсем покинул его. И он написал. Да как так? А скажи, 50-й псалом, помилуй меня Боже. Почему Давид его написал? Самая популярная в мире книга, а ей уже 3600 лет. Самая популярная, 3000 на сегодняшний день, это псалтырь. А в псалтыре самый популярный 50-й псалом. Это самый считаемый за всю мировую историю. Его и при начале, и везде, и везде, и везде его считают. А почему он написал его? А в предисловии написано, что он впал в блуд, прелюбодеяние, Версавию отнял, а мужа убил. А потом пришел пророк Нафан и в виде притчи ему рассказал, тоже, наверное, опасался, что одна вса была, он отнял ее. Вот теперь понятно. А Андрей, он подписал Анафему 6-му Вселенскому собору, на соборе был. Анафему Богом покинутый он был. Ему Анафему самому. Но потом он пришел в сознание, раскаялся и плакал, и написал этот канон. Вот теперь все стало на место. Как там было у него падение до ада, у Давида, так и у него, у Андрея Критского. Поэтому надо поднять этот канон. Почему никто это не сделал? Чуть как мертвецы сидят. Мне очень нравится выражение, которое о мусульманах создал Андрей Кураев. Они религиозно-талантливы. Религиозно-талантливы. Я сразу взял каждой беседе, как эпиграф. Религиозно-талантливы. Он не просто бу-бу-бу. А то, Господи, Господи, покрыт я весь коростом. Я стихотворение написал. Три раза больше не надо считать Иисусову молитву. Ну, десять с добавками. А остальное, как у нас, Божья Матерь, Ангелу-Хранителю. А то, Господи, помилуй, Господи, помилуй, сорок раз. Кощунство. Никто ни о Господе, ни о помиловании не думает. А положено, и всё. Три раза. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. И припомни один грех хотя бы. Молиться-то не умеем. Положено высчитывать. Ну, ещё проторабанил. Положено. Надо всё это раскупорить. Православие – это чистота. Это всеобъемлемость. А получалось, что вся глупость на нас свалилась. А как вы это узнали? Никак. Я молюсь и понимаю, что Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Это изъявка. Ну, я тебя как звать? Николай. Ну, а мне надо у тебя выпросить там взаимоденег. Я говорю, Николай, дай, Николай, дай, Николай, дай, Николай, дай. Ты что подумаешь-то? Зациклила в дурдом его дурака. Это мы такие. Тут то же самое. Это просьба. Помилуй. Какая интонация должна быть, Златоуст говорит. Как ты должен принять позу другую, там склонился и прочее. Господи, помилуй. Да добавь еще, скажешь, согрешил я, беззаконие сотвершил. Ой, Господи, что я наделал? Прости меня. Ну, маленько-то гляну, чего же мы такие? Не то, что там тупые, а никакие. Игнатий Тихонович, у меня еще такой вопрос. А у православной церкви, в Лоне-то русской церкви или в какой-то другой юридикции православной, ведутся ли какие-то переговоры с армянской церкви на какое-то с ним движение? Все-таки это тоже историческая древняя церковь или нету никаких переговоров? Ну, как, вот вроде того, как вот было с англиканами. О, я ждал этого вопроса. А с англиканской церкви подошли вплотную перед революцией к объединению. Вплотную. То есть они доказали, что у них рукоположение сохранилось. А раз сохранилось, нас больше ничто не разделяет. Здесь я не могу ответить за них. Ну, надо бы, я сколько раз говорил. А вы как считаете? Церковь, да, но не положено там где-то. Я к ним не хожу в церковь, ничего, но для себя я знаю. Для меня он настоящий священник. Вот у них храм здесь во имя святой Репсимия. Репсимия, открой календарь православный. Это такая святая была там первые века до разделения еще. И католики. С католиками насколько достоверно нет, что папа говорит, Библия устарела, там вот сейчас пишут, что, я не знаю, серьезно это, или кто-то подкусывает папу. Франциско. Что вроде другую книгу надо вместо Библии. Ну, просто насмешка может быть. А православная церковь, русская православная церковь признала, что у англикан есть истинное священство рукоположное, да? И не признали этот вопрос? Нет, ничего нет. У меня данных таких нет. Но они были рядом. Вот к нам в сангликанская церковь приезжала в Потеряевку одна. Она говорит, так это уже все доказано. Но революция помешала. Не могу на ответ, то есть у меня данных нет. А раз нет, то и... Вот кого-то спросят, священник, вот тут один, сейчас, там, Максимов, Георгий, обо мне спросили. Он не встречался, не считал, ничего не знает. И он сразу начинает, а вот там-то написано, там-то, то есть кто-то... Ну что ж ты не можешь, блевотина чистого хлеба, да какой же ты священник-то? А если бы вас спросили об нем, я сказал, я ничего про него не знаю. Я не могу ответить? А как вот о таком? Вы можете дать характеристику? Дать я не могу, я просто скажу, что меня вот это настораживает. Ну, только, может, я все не знаю, данных у меня нет. А он мгновенно сразу встал на ту сторону. Ну, вот его это, теперь он пусть выбирается. Дворкина первый раз был, спросили, или Германа Стерлигова обо мне на Алтае был. Он сразу против, я знаю. Этим самым против, он доказывает, что я не такой, как они. По крайней мере, это. А какие они? Они какие? Слово Божие у них на 25-м месте. Они судят, они меня, к чему призывает Дух Святой через Слово Божие. Моего там еще нету. Если их так много вокруг меня, и так они воют буквально волками дикими, это чего-то стоит. Такие силы я оттягиваю на себя. Игнать Тихонович, еще вопрос. Вот я сейчас последние дни смотрю вот этот вот конфликт, а вот как пытаются разрешить вопрос с киевским патриархатом. И там Порошенко ездил, встречался с Барсоломеем, патриархом Константинопольским. Вы там следите за событиями, что происходит? Мне просто интересно ваше мнение. Я считаю, я считаю об этом. Я могу только молиться. Женя, у меня данных нет. Вот когда спрашивают, благодатный Филарет или нет, я говорю, что я не могу это сказать-то, но безблагодатным его не назову. Но причащаться у него не буду. Ты мне пойми, с какой я подхожу осторожностью. А как он должен был? Он должен был подчиниться. Его здесь рукополагали, до митрополита. Он думал, его изберут патриарха, как говорят. А получилось не так. И он поднялся там и все остальное. Порошенко. Порошенко ежедневно, Петр, в моей молитве. Я ничего не могу сказать. Ничего. Я просто молюсь и все. У меня нет данных. Я рядом с ним не был. Но как русские поступили, когда решили отодрать от них Чечню? Что сделали? Размолотили в пух и прах. А что они говорят? Ну, о Крыме я не говорю. Он никогда не был украинским. Он русский всегда был. Ну, а Донбасс-то это же... Ну, раньше-то раньше. Но раньше-то и Сибирь была, Ермаку не принадлежала. И что теперь? И я с первого дня, вот это когда там... Ну, новая-то, Новороссия там называют. Я сразу сказал, я категорически против этого. Категорически. Я только проговорил. Гляжу, выступает Лукушенко Александр, батька. И он говорит, мы против того, чтобы кто-то разделял. И мы тоже не согласны, если у нас будут отделять области какие-то. Гомельскую или какую. Я не могу ответить. Я говорю только то, что внутри меня сердце. Примени к себе это. Примени. В Америке было. Было. Решил один штат, говорит, отделиться. Там с грязью все смешали. И всегда так и было. А за что руку отрубили Яну Дамаскину? Подметное письмо сказали, что он с калифом знает, и решил там город сдать. И руку отрубили ему. Это никогда не поощрялось, чтобы на распад шло. Это вот в советское-то время сделали это. Тут уже сами у власти были такие, которые все это делали. Но это по нашим делам. Я давал интервью на эту статью. А вот мы там строили заводы. Строили заводы, а куда денете репрессированных? Подряд все подчищали. С той же с Латвией. Что сделали с Ульманисом? Тут я могу говорить. Я в Латвии был. Да вы что, за буржуазию? Я ее и не знаю. У меня никогда ничего не было. Я за то, чтобы заниматься собою, а не Латвией. В Латвии есть православные, пусть проповедуют. Я знаю только, что хорошие это люди. Хорошие. Вот мне говорят, а вот эти такие-то там мусульмане. Почему в моей жизни ни разу плохого мусульманина не было? Не было. Они всегда помогают. А евреи? Да лучше, кажется, никого и нету. Банкиры? Они все мне помогали. Знаю, что я христианин. Да как так? Не знаю. Написано, когда путь человеку угоден Господу, он и врагов его примеряет с ним. Я вчера только на ту тему записал. Милиция на дорогах разбойничает, там оборотни. Мнения встречаются плохие. Милиция помогает, звонит. И полиция за рубежом такая же. Как будто мы родные ей. В Чечне были. Там, не знаю, как будто мы давнишняя родня были. А говорили, не езди, там головы режут. Вам все равно, вы хотите быть мучеником. Три раза были, это не игрушка. И прямо Виктор Николаевич, он был, спросил что-то. Так они ему стараются, вышел. Я говорю, что, да показывает, где, как было. Виктор Савченко. Вот у меня, куда я не повернусь. Вот Бог так делает. Когда меня спрашивают, какое самое большое в вашей жизни дело было, которое вы бы могли Бога прославить. Я узнал, а я не сидел никогда в закутке где-то, как много у Бога добрых людей. И великого звания, и малого. А еще что узнали? Я узнал, что эти добрые люди почему-то мне встретились. И не просто встретились, а они стали участвовать в том деле, чем я занимаюсь. В издании книг и другое. Вот что я узнал. Это самое высшее в моей жизни. Ну, как об этом отец Арсений, такая книга, когда он там в морозилке был, увидел, как везде огоньки загораются. Добрые люди. Мне Бог дал это видеть. А вот на вас нападают. Да это все наплевать да забыть. Он говорит, сам не знает что. Я говорю о добрых людях, которых Бог навстречу мне послал. Игнатий Тихович, можно вопрос? Да, конечно. Вот у нас, когда выносит священник чашу для причастия, и пока священник читает молитву, верую в Господи и исповедую и так далее, вот до самого конца, становятся на колени и стоят на коленях. Вот это тоже так делает, мне делать, это как вроде обычай в церкви нашей? У нас нет этого, у нас только поклон делают. Да я знаю, Игнатий Тихонович. Люди, которые говорят, не надо делать поклон. Я считаю, там где ты находишься, так и делай. И на коленях все время стоять. Ну зачем на коленях стоять? Поклон сделай, на коленях стоять не надо. Ну я так и делаю, так и делаю, да-да-да. Вот и все делай. А что стоять этого, на коленях стоять нет этого. Колено преклоненное на день троицы. А колено преклоненное на этих словах нету, это выдумка. Ну а если будет требовать, ну требовать я и постою, ничего не будет, не убудет, ради мира. Не, не требует, не требует, меня не требует, но я вот тоже поклонюсь и встаю сразу же. Поклонись и сразу вставай. Спаси Христос. Слава Иисусу Христу. Мир дороже всего. Ну а какой здесь мир, если все стоят на коленях, а она одна стоит тут и... Ну наконец не настаивать на этом, еще раз говорю, мир. Если будет такое, что иначе в храм не заходи, ну то есть они войной пойдут, но этого нету, то ли ты не слышишь. Ее никто не принуждает, она поклон сделала, все на этом. И стой на этом, а он будет настаивать, скажет, батюшка, я так буду молиться. А вот когда будет какое-то гонение, дальше можно поразбираться, с архиереем спросить, откуда это, почему раньше не было, а этого не было. Ну и а если принудят? Принудят, встану на колени. Бога прославлять буду. Мне это понятно. Мир, и потом пустяк никакой, встать на колени. Что тут? Ни отречения никакого, ни пост не нарушаю, ничего. А то у нас сейчас тоже появляются такие, что воскресный день, поклониться не надо, даже перед чашей. Я еще могу сказать, у меня слов даже нету. Господь явился, отдал плоть свою и кровь. А я на колени не стану, поклона даже не хочет сделать. Я знаю, за этим еще. У нас был один, его сейчас нету, по этапу ушел. Написано, припадем. Он припадем, говорит, значит, нужно только земной поклон. А тут не делается, я стал делать. Вот он говорит. Я говорю, ну если не делается, ты и не делай. Нет, буду делать. Ну и дальше поволок, сатана уже все. Не одна плоская земля, а ложь. Потоком пошла. Вот это на мелочах. В главном единстве, в второстепенном свободе, во всем любовь. Это второстепенное. Это не главное. Я объяснил, больше не спрашивайте даже. Что-то спорить, что ли. Ирина Тихонович, я только вопрос хотел. Я читал буквально на днях переписку такого священника. Может быть, вы знаете, он жил за границей. Все свое время был священником, такой флорофский, знаете, такого священника. Не слышали такого священника флорофский? Ну, так я читал переписку с одним священником. Значит, там такая большая переписка. Они переписывали, сохраненная переписка. И он делает такие выводы. Был в разных местах. Он говорит, что католики, они даже более ищущие, истинные, чем православные. Сколько говорят, я не встречаюсь с православными. Говорят, практически среди мирян не наблюдается очень серьезного богопоиска. Вот там так, как бы, приходят в храм, так помолились, но чтобы такие, как бы, можно было с ними вести серьезные богословские диспуты. Потому что он и благословием занимался священник. Он как-то не так свой был. И я почему вас хочу спросить. Вы это были, ездили, я видел видео, где вы там даже благословлялись у патолического священия, которые где-то в Беларуси. Просто ваше мнение, хотел спросить, как ваше мнение, католики, они действительно более, несмотря на все их ереси, которые у них присутствуют, они более богоищащие на сегодняшний день? Я этого не говорил никогда. Это более обмерщенное. У них поста-то ни одного нет, один день в году. Бритые. Меня это абсолютно не привлекает. Но никаких других слов я не скажу, с чем не согласен конкретно. И при счастье там какую-то обладку, таблетку дают, тоже не согласен. Я не католик, не причащался у них. Но благодать признаю. У меня самый щадящий режим. Я понял вас. Нет, вопрос именно к поиску. Потому что он именно ездил по разным местам. Он там пишет, что он говорит, я сделаю такие выводы, что, к сожалению, хоть и с католиками мы в разъединении, он был где-то там в греческой метрополии, в Америке находился, но с католиками мне более даже интересно общаться, чем с православными. Я этого сказать не могу. Я этого не говорил и говорить не буду. Но он говорит, значит, и у него большее познание, чем у меня. Я признаю благодатность церкви, и дальше этого не иду. Потому что сохранили рукоположение. Не буду же инквизицию и проще 12 миллионов погубленных душ оправдывать. Никак. И бритые. С кем она разобритая? У меня с бритым немного разговора-то. Я признаю, и дальше отошел. Я занимаюсь всегда самую нейтральную позицию, чтобы не похулить, не согрешить. Вот. Ну, мне на занятия приходят, а как вы считаете, у баптистов есть Дух Святой или нет? Вот. Понимаешь? Провокационные, можно сказать, вопросы. Я отвечаю, скажите, они Иисуса Господом признают или нет? Они, баптисты, сидят тут в аудитории. Да, признаем. Баптисты тут же. Я говорю, слышали? Они признают. А дальше никто не назовет Иисуса Господом, как только Духом Святым. Ну? Да как, как? Так, на первой ступени они его признали. Дальше они остановились. Признание – это не вход в церковь. У них нет православного крещения полного, чтобы войти. Ну, а дальше, дальше толкования нету, канонов нету и все остальное. И, наконец, остаются ни с чем. Голый король. Просто отвечаю, что не нарушилось Слово Божие? Нет, не нарушилось. Они Иисуса назвали Господом. Все. Это Духом Святым только можно назвать. Дальше ни шагу. Все остальное – они не церковь. Не церкви, не спасения. Подробно Иларион Троицкий пишет об этом. Секретарь патриарха Тихона. Он как исповедник, мученик. Только отпустили, и он там и скончался. Я к этому приходил благодаря большим-большим работам в этом направлении. Другого никак не могу. Я не могу ни проклинать, ни нафиматствовать. А хорошее – это мы берем. Вот во время, когда отделенные там были, Совет Церквей 62-го года, я даже материалы их разносил, или день-два тогда. Это надо взять пример. Как они стараются. Я не говорю о молодежи, которая сегодня ничего не знает. Я говорю о настоящих, которые баптисты были. Сколько они претерпели. Это надо взять. Это ревность. Но ревность не в том направлении. Они отрывали от церкви. А почему? Сами церковники дали к этому причину. Нам надо на себя взглянуть, лесопилку-то в глазах разобрать. Они не церковь. Все на этом. А вне церкви нет спасения. Это четко и ясно. Они вне церкви. У них нет рукоположного пастырства. Дальше уже все под сомнением. Но моменты хорошие я беру. Притом я православный. Меня сейчас на комиссию вызвали где-то. Суд церковный будет. Там инквизиция православная. Я отвечать точно так же буду. У меня нету. Да, да, нету. Да, значит, да. И они не знают. Сколько? Мои книги 15 лет уже. И в какие только цензорские отделы не давали. Сейчас Киево-Печерская лавра разбирается уже третий год. И ни одного слова нету. А почему? Потому что я делаю то, что Господь позволяет делать, чего ни один из них не делает. Я не их разгребаю, а свои завалы, конюшни, авгиевы. Свои. Чтобы мы православные были светом миру. Город на вершине горы. А у них не так. Я своим домом занимаюсь. Конечно, Игнатий Тихонович, вы делаете большую работу. По городу я благодаря вам отрастил. Ведь никто другой меня как бы этому не сдвигал. Я уверен, что если бы я пришел в православие через каких-нибудь других каких-то обычных священников, патриархийных или неважно, через греков, никто тут на город вообще не настаивает. Я бы точно был бы без ворота. Но оставался бы таким, как я есть. В первые беседы, когда я выходил с вами на связь, бороды-то не было. Я вот недавно тоже вопрос спрашивал, я вот армян смотрел, а смотрел тоже, у них нету совершенно... У них священники даже бороды свои остригают. Я вот смотрел, многие священники, у них даже толком-то бороды нет. А у нас тут один есть русскоязычный священник, Юрус Римежевый, он такой публичный, он там все время свидетельствует, в сутки тяк, все такое видимость, и священник. Я задал ему вопрос, я говорю, а что же, я говорю, почему у вас нету... Ну, я не замерян, а за священство, я говорю, почему у вас трогать-то среди священников нет, чтобы именно священство бороды не трогали. А он мне ответил, говорит, а что, говорит, что это, говорит, борода значит, отвечает мне, что она говорит, значит? Говорит, и вон с бородой не такое творят. Ну, наверное, он мне привел вот эти драки между греками и армянами, когда они там бывают, дерутся, там в гробе Господня. Но это же не означает, что и бороды есть. Но если священие подтверждает, то это невозможно при таких утверждениях, чтобы миряне и вообще священство не носили в городах. Хотя сам он с бородой ходит. А у нас, сейчас посмотри, Чаплинов-Севал, да какая у него бороденка-то? У тебя такая она патриаршая. А у него-то какая, как у Хошимина. Или вот сейчас Дмитрий Смирнов. Он не трогает бороду-то. Посмотри, какая у него бороденка-то какая. Не то, что там у Кураева он сидит по-разному. Но вот он не трогает, он тебя уже привлекает к себе. Вот я отношусь, как говорят, критически. Но вот к нам пришли священники первый раз. Секретарь местной епархии, отец Сергий Беляев. Он секретарь, тогда был еще епископ-то. И только зашел в алтарь, я говорю, ну в алтарь вы священник можете зайти, а батюшки не было в выходной день. И он зашел и сразу упал перед алтарем, перед престолом-то. И стал молиться. Мне уже ничего не надо говорить. И он меня полностью захватил в мое сердце. И я это архиерею сказал. И когда батюшка уезжает куда-то летом, он идет к архиерею, к патриаршему. А мы ему, мы не в московской патриархии-то, но очень хорошее отношение. И говорит, владыка, меня тут дома не будет. А мало ли что, кто-то заболеет и что-то. Нужно, чтобы священник был какой-то. А кого вы хотите? Он говорит, ну Сергия Беляева. Все. Видишь, какая наша... Мы заняли такое положение, которого никто не занимал. Мы, когда кто-то знался из зарубежной церкви с патриаршами, там долбили. А мы тогда признавали благодатной. Мы ничего не изменили. Да к нас там всяко клеймили. Вы, патриарши, там, сергианцы, там, продались. А мы спокойно прошли. И когда началось вот это вот, след за принятием акта о канадическом общении, об объединении ни одного слова там не было. У меня отец Аким на обоих совещаниях был за рубежом. И мы так и остались. Две общины всего. Почему? Мы молились и заранее говорили. Будет принято решение о признании. Мы будем все как делать. И добавлял, чтобы нам не выродиться в секту. А, вот то. Я не боялся сказать этих слов. И поэтому мы... Хорошее отношение. Он приезжает со священством. Ну, самое видно. Все ролики выставляются. Я вот сейчас на днях воскресенья, прошлое было. У нас аппаратура тут сломалась. Вот запись ведем, которую. Ну, я говорю, надо купить. А денег-то нету. Надо посмотреть, что у нас в церковной касте-то. А батюшка к касте дела не имеет. Никакого совершенно. Добровольное пожертвование. У нас десятина решает все. Ну, а там тоже приходят и не с пустыми руками. Ну, они стали смотреть. Этот аппарат стоит где-то 30 тысяч. Ну, сказали, что вы так уберете-то прям. Ну, возьмите настоящий-то. Ну, настоящий там полтора миллиона стоит. Нам не взять его. Ну, большие-то на плече носят где-то. А этот взяли и денег-то не хватило еще. Я думаю, где-то надо добавить. Ну, и наш программист, он разобрался. Все говорит, это очень сложно. И везде вы не проникнете. Надо проще брать-то. А проще как? Я говорю, ну, ищи тогда. Он нашел тот же, такой же самый. Ну, хороший. 30 тысяч. А мы у батюшки брали. Вот это сломался батюшкин. Я говорю, тогда купи. Он купил. Теперь батюшке отдайте его. Моего нигде ни копейки-то на нету. А что, сверх этого собрали? Я в воскресенье, я вот отдавал вчера, а меня не взяли. Говорит, так вот дадите. Еще куда с деньгами-то? У нас занимается специально этим, ну, поставленный, как сказать, по деньгам. Кто? Не знаю, как назвать. Бухгалтер. А у нас ни копейки нигде нету. Нас трепали, трепали власти. Ну, где у вас что-то продается? Ничего не продается. Ну, вы же православные. А свечи? С вещи покупаем, воск и ставим. Ну, а где? Собираю добровольное пожертвование. Добровольное налога нету. Мне подошел, кто в карман сунул. Что я тебе пойду рассказываю? Зачем ты мне нужен? И вы с меня ничего не возьмете. И вот так вопрос. А тут уже нападают. Это вы не работаете. Вы деньги берете. Я не работаю. А три грыжи у меня на позвоночнике. Откуда я их купил? Я не работаю. У меня 280-300% выработка была всю жизнь. Я неукротимый был. Ну, он не знает. Я вижу, что он глупости несет-то. Я сейчас-то, меня никто не увидит, чтобы я лежал. Жена за всю жизнь не видела. Что спрашивать-то? А он ругается. Ну, ругается. Наплевать да забыть. Благословен Бог. Он нам это дает понять. И мы получили. У нас отремонтировали. За ремонт взяли. В пять раз меньше, чем в другом просили. И в пять раз быстрее. Так я тут стал им просить. Пустите заснять у вас. Большая организация. Дать рекламу вам. Какие вы. Вот так. Это воскресенье вот было у нас. Да, я мыслю нестандартно. Почему? Потому что я молюсь. И что на молитве на все ответ. Да, на все. Только на молитве. Вчера еще мы не знали, как нашей Насте будет робот. Я ей сказал. Я ролик могу называть так. Предсмертное напутствие родным. Согласна, она говорит, да. Но я так не назвал. Дома пришел еще, помолился. И назвал по-другому. Это чтобы не... Ну ты согласна, конечно. И сегодня сказали, что абсолютно безнадежно лечить не... Ну и еще там обезболивающее могут дать. И она все время веселая. Благодарит Бога. Десять лет назад у нее были маленькие ребятишки еще. И она молилась ангела, чтобы дал ей десять лет. И с десять лет в этом году закончилось. Вот интересно. Я говорю, так ты еще раз попроси. Нет, говорит. Зачем искушать? Значит, все закончено. Я ролик этот выставил. А муж-то глухонемой и не без этого дела приносит иногда. И она ему говорит, руками машет, и он может прочитать. Ну тут не совсем... И все записали. Моя вина, что положил в гомонок аппарат. Он лежал работающий. А мы полтора или больше часа искали больницу. А он все работал и работал. Ну, виноват. Говорит. Как мне нравится. Приехали советские там. Ну и говорят, у вас есть ученики, которые там... Ну, старшие классы не слушают. А, схватает. А что делаете? У нас, говорит, сейчас новая программа. Мы, согласие родителей, его арестовываем и сажаем в камеру. А дальше он встает вместе со всеми, заключенный. Ну, месяц или два. Без суда, без всего. Таких вот. Вот я, говорит, подошел и спрашиваю. А как ты оказался здесь, уже там, в тюрьме его? Он каблуками щелкнул, говорит. Потому что балбес, сэр. Он, я опять его спросил. А как ты думаешь? Думаю, справится, сэр. Опять каблуками щелкнул. Потому что балбес был. Вот это здорово. А я-то с заключенным еще работал. Мне до того это интересно. Вот и у нас тоже. Почему так поступал? Балбес, сэр. Как это? Судьба человека ушел, Ахва, говорит. Как только спросили. Говорит, я на вытяжку каблуками щелкнул. Уже из плена вернулся. Вот немцы вымуштровали как. А мне это все нравится. Когда человек исправляется. Ну, ладно, надо, наверное, прощаться. Женя, все у тебя правильно идет. Я благодарю Бога, что встретились с тобой. Все. Слава Христу. Из этого никуда не отходи. Никуда. Какие бы там не были напасти, держись то, что имеешь. И твои беседы с кем-то. Мне все нравится. Не то, что я тебе подыграю. Я от тебя независимый. Я искренне говорю это. Ну, что, все, дорогие мои. Давайте молиться. Сергей, где у нас? Намолимся. Глава Христу. 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 Из них пришел Спаситель. Хвала Тебе. Научи нас это ценить. И находиться в Святой Православной Церкви. Тебе, Боже, слава и хвала, за все Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 С Богом!